В соревнованиях представлены три направления ушу – спортивное, традиционное и контактное. Таулу представляет собой комплекс движений с акробатическими элементами. Чуаньтун – еще более зрелищная дисциплина. В ней сочетается разнообразие кулачной техники северных и южных стилей, а также представлен арсенал традиционного оружия ушу – алебарда, мечи, цепи и многое другое. А это уже свободный контактный поединок. С Тилем Саньда Краснодарка Валерия Горковец занимается почти два года. А вот ее главный конек – другое древнейшее боевое искусство – Вьетва Дау. В прошлом году она стала чемпионкой Европы. Система почти такая же – удары руками и ногами, только там бой ведется без защиты. А здесь все же попроще. Эти соревнования очень важны. Это Южно-Федеральный округ, отбор на Россию. Первый бой я уже провела, выиграла. Спарринговалась, можно так сказать, с девочкой из Адыгеи. Остался финал. Я надеюсь, что я смогу победить. Этот турнир не только отборочный, но и квалификационный. По итогам выступлений присваиваются разряды и формируется сборная ЮФО. Сильнейшие выступят на чемпионате и первенстве России. Он пройдет в апреле в Москве. Хотя, по мнению специалистов, Федеральный центр единоборств Югспорт уже смело может стать площадкой для серьезных турниров. Хорошая организация. Сразу скажу, что подготовка была к данному чемпионату и первенству великолепна. Я думаю, что эта арена может быть даже представлена для соревнований более высокого уровня. В ходе чемпионата и первенства России, а может быть даже соревнований международного уровня. Краснодарский край показывает и хороший спортивный уровень. Многие ребята уже могут зарекомендовать себя на соревнованиях высокого уровня и войти в состав сборной страны. По итогам ЮФО они заняли первое место в общекомандном зачете. Выдающиеся результаты показали сочинские спортсмены.